Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. Президент России Владимир Путин провел в Волгограде заседание Президиума Госсовета. Улицу Ангарскую в Дзержинском районе Волгограда ждет очередной этап реконструкции. Расширить свыше 800 метров дороги. Областной суд не поддержал экс-мэра Волгограда в стремлении стать кандидатом в Госдуму. В Волгограде суд признал незаконным взимание платы за приезд эвакуатора на место погрузки автомобиля. Главным событием сегодняшнего дня для Волгограда стал визит первого лица государства. Президент России Владимир Путин, посетивший город-герой в восьмой раз, провел здесь заседание Президиума Госсовета. На набережной, где прошло большое совещание по развитию внутренних водных путей в России, были установлены специальные шатры, оборудованные для проведения заседания. Неподалеку от места проведения совещания была организована экспозиция судов водного транспорта, построенных в России за последние пять лет. В трехстах метрах от берега были пришвартованы новые танкеры, сухогрузы, теплоходы, пожарные катера и другие суда. В последний раз Путин посещал Волгоград 1 января 2014 года, когда в канун Нового года в городе было совершено два теракта. Впервые же Владимир Владимирович, как и о президента, приезжал в город-герой на Волге в феврале 2000-го. В Волгограде ведется поиск подрядчика для реконструкции улицы Ангарской в границах от Трамвайного кольца до ЭЗС. На расширение двухполосной дороги до четырех полос потратят 147 миллионов рублей. Дата окончания работ 1 декабря 2017 года. Напомним, в 2014 и 2015 годах на Ангарской уже производилась реконструкция. Тогда отремонтировали 7 километров дороги, часть из которой расширили за счет асфальтирования участков между трамвайными путями. По той же схеме, в том числе, будут расширять и этот участок дороги. В настоящее время дорога представляет собой двухполосную. В связи с этим происходят заторовые ситуации на перекрестке с улицы Римского Корсакова. На данном участке будет выполнено переустройство инженерных сетей, водопровода, переустройство контактной сети линии трамвая. Кроме того, данный участок позволит обеспечить пропуск транспортных средств для того, чтобы движение осуществлялось непрерывно. Волгоградский областной суд отказал экс-мэру Волгограда Евгению Ищенко в иске к избиркому региона. Истец оспаривал действия комиссии по проверке собранных им подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы. По мнению Ищенко, обл. сберком должен был проверять собранные подписи выборочно. Между тем, еще в июне этого года в областной избирательной комиссии приняли постановление о проверке 100% подписей. ЦИК РФ признал законным решение обл. сберкома об отказе в регистрации Ищенко кандидатом в Госдуму. Напомним, областная избирательная комиссия забраковала почти 23% подписей граждан в поддержку бывшего мэра. До выборов остается чуть больше месяца. На минувшей неделе областная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов. Завтра, 16 августа, состоится жеребьевка по распределению печатной площади и эфирного времени в региональных СМИ для предвыборной агитации. Мы должны обеспечить равные права и возможности всем кандидатам, которые пройдут регистрацию, на получение доступа к информационным источникам. Все, кто прошли регистрацию, соответственно, получат право голоса, право выступать с агитацией в средствах массовой информации. Советский районный суд Волгограда обязал владельца эвакуаторов не включать в счет автомобилистам расходы на проезд спецтехники от стоянки до места погрузки. Как показала проверка прокуратуры, фирма «Автомобиль-сервис-безопасность» требовала от владельцев машин оплаты за приезд эвакуатора в зависимости от расстояния, которое преодолел эвакуатор до места правонарушения. Установлено, что еще в феврале 2014 года Верховный суд отменил постановление регионального министерства тарифов, где одним из пунктов был определен размер платы в размере 124 рубля за один километр в пути эвакуатора до места ареста авто. Примечательно, что с 1 сентября текущего года будут внесены поправки в федеральное законодательство, после чего Комитет тарифного регулирования Волгоградской области будет вправе устанавливать порядок взимания денег с автовладельцев, чьи автомобили эвакуировали. На этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok